Что касается танцев. Если в прошлом году она за час обучала людей полонезу, потому что это простой танец, и действительно его можно очень быстро, а за этого танца легко освоить. И в большой полонез встало большое количество людей, которые вот только-только подготовились перед балом. Тогда возникла идея, что если возникает такое желание у людей, и если так просто обучить, почему перед следующим балом не сделать занятия раньше? И не обучить людей не просто полонезу, но и другим танцам, которые не могли бы с удовольствием станцевать. И в этом году вы это воплотили? Совершенно верно. С 1 декабря. Четыре занятия было, по-моему, да? Мы дополнительно сделали. И дополнительно еще. Да, и вот 10 числа те, кто успеют купить билеты, они все равно смогут 10 числа прийти в 19.30 в театр через главный вход, через центральный вход, предъявить свой билет. Мы их разденем и проводим в фойе, где, собственно говоря, они и будут танцевать эти танцы. И уверяю вас, что те, кто не побоятся и не поленятся, вот именно не поленятся и не побоятся, они смогут с достоинством выйти и в полонезе, и, уверяю вас, они освоят польку. Это несложно. Перебью вас. Перебивайте. Давайте, значит, по балу непосредственно. То есть вы начинаете с русского балла. Да, я в этом году с русского балла. Вот давайте по... То есть что будет, как вот пошагово будет, значит... Пошагово. Во-первых, во-первых, тот, кто захочет пройти в полонезе, мы все равно на час раньше открываем двери театра и в 20.30... Это 13 января. 13 января в 20.30 мы открываем двери театра и, в общем-то, ну, будем говорить так. Мы, по большому счету, готовы к тому, чтобы первые посетители пришли, потому что распорядители балла, которые будут, они подскажут, где что находится. Они дадут, это наше ноу-хау, веер-путеводитель по баллу, в котором все-все расписано. Где какой салон, какая программа, во сколько что начинается, во сколько что заканчивается и где это проходит. Во-вторых, будет большое количество, еще раз говорю, распорядителей, которые будут помогать, подсказывать. К ним можно все время обращаться, и они обязательно ответят на все вопросы. То есть вы там, дорогие друзья, не потеряетесь? Нет, не потеряетесь. Уже в 20.30 Наталья Николаевна Фурман, красивая, элегантная, будет ждать на втором этаже. Но это не второй, для нас это третий этаж, да? В главной бальной зале, как мы называем, да? Будет ждать тех посетителей, тех гостей, которые захотят таки пройти в первом большом полонезе. И она будет именно полонезу и азам полонеза обучать. Вот, это мы как бы сохраняем. Для тех, кто же обучился, у нас в этом году будет ноу-хау. У нас будет бал новичков, и новичков ожидают хорошие, интересные сюрпризы. Не буду раскрывать, пускай это для них будет тоже сюрпризом. Так. В 21.00 в музыкальной гостиной уже начнутся музыкальные поздравления. Поэтому, если вы придете заранее, вы не только уже будете танцевать, вы уже даже можете ощутить себя на новогоднем балу и предвосхитить вот это ощущение. То есть такой аперитив будет, да? Обязательно. Уже будет несколько коллективов камерных исполнять замечательную музыку, и вы будете окунаться в новогоднее настроение. То есть это еще до начала, скажем, официального. Это до начала официального торжественного открытия. Потому что в этом году мы его делаем действительно торжественным, секреты не выдам. Оно будет театрализовано. В 21.30 начнется торжественное театрализованное открытие бала. Я не буду вам рассказывать сюрпризов, потому что тот, кто побывает, они это увидят. Потом вы можете выложить это на портале для того, чтобы, может быть, у тех, кто действительно этим заинтересуется, было более полное представление о том, как это будет. И вот мы начнем русским балом, и он будет идти час. То есть вы пригласите в зал или нет? Это фойе. Я не буду рассказывать. Это фойе. А где же можно танцевать в оперном театре? Только фойе и фойе билетажа. Но у нас большое и очень красивое фойе. В этом году мы украшаем все четыре этажа. Потому что мы хотим, чтобы гости, которые к нам придут, все-таки очутились немножко в новогодней сказке. Так, значит, начинается с русского. Да, начинается с русского. Вот потом мы делаем маленький перерыв, прежде чем мы зайдем в большой театральный зал на концерт-сюрприз. И вот мы дарим там... Вот там, это вот то, что я называю княжеским балом. Где то, что... Я только приоткрою одну тайну. На княжеском балу я в этом году... Хочу, чтобы гости окунулись в атмосферу новогоднего Минска, предновогоднего Минска конца XIX века. Это единственное, что я скажу. А дальше смотрите... То есть можно будет почувствовать себя, да? Обязательно. Минчанином, горожанином. Вот, да. И посмотреть на лица людей конца XIX века. И посмотреть на улицы, как выглядят... И, конечно, там будет, конечно, там будет программа. Но хочу вам сказать, уважаемые дамы и господа, в конце XIX века на балах говорили либо на польском, либо на французском, либо на русском языках. Простите, увы. Я, конечно, не соблюдаю в точности. Это все, конечно, я буду говорить на белорусском языке. Но я нашла как бы другой ход. Ну что же делать? Ну что же делать? Ну это исторический факт. Говорить по-польскому, ну это... Долго буду обучать по-французски. Мы, к сожалению, вот скорее солисты на итальянском. Вот больше могут говорить. Хотя кто знает? Может быть, будут и... Ну может быть, может быть. Но не в этом дело. Конечно, нет, конечно. Конечно, еще раз говорю. Я вот как бы вот хочу, чтобы на каждом балу была возможность окунуться действительно в атмосферу вот белорусских балов, которых мы назвали княжескими. Так, значит, вот концерт. И вот этот концерт, и это уже тоже традиция. Этот концерт закончится. В прошлом году мы, к сожалению, не уложились во время, но в этом году мы будем стараться. В 12 часов ночи, чтобы прозвучали куранты, и чтобы мы встретили Старый Новый Год в окружении, большого количества гостей, публики, артистов, музыкантов, и поздравили друг друга со Старым Новым Годом. И это тоже традиция. Как только все гости будут выходить из зрительного зала, все получат от хозяев бала шампанское, и сразу же будет звучать блестящая симфоническая музыка, потому что мы выходим, и уже будет работать симфонический оркестр. Это будет нон-стопом, и гости сразу же очутятся на Венском балу, который будет продолжаться, извините, до 2.30 ночи. И в этом Венском балу у нас задумано поздравление победителей, потому что мы уже выберем, и у нас уже вовсю будут работать гостиные, и уже будут обязательно выбраны вторые победители на втором большом новогоднем балу в Большом театре, которых мы торжественно поздравим. И у нас будут приглашены гости из Италии, очень хороший тенор. И у нас приглашены очень интересные коллективы, и наши лучшие солисты исполняют для победителей самые красивые произведения. Поэтому вот те, кто... Есть право бороться за то, чтобы быть победителем О соломах вы упомянули, но подробнее о них не рассказали. Не вопрос, сейчас расскажем. Алексей, вам расскажем все накануне Рождества. Сказочница Голковская. Мы дадим им все тайны. Добралась до прямого эфира. Да. Пожалуйста, значит, от салона. Если уже все, мы можем закончить. Не-не-не, время есть. То есть мы же сказали, вы же сказали, что будут определены победители, нужно же знать, что... Будут, будут, потому что в этом году, значит, будут работать 4 салона. Два танцевальных, они просто очень свободные, как бы мы будем просто на верхних этажах оставлять места для того, чтобы публика, которая умеет танцевать, могла и наверху потанцевать, понимаете? Потому что, когда начинается Венский бал, практика показала, не хватает места. Поэтому я специально, как бы, эти места... Как бы, вот, будет написано, что это... Что и на четвертом этаже есть тоже маленький театротанцевальный салон, а теперь к салонам другим. В этом году я сохранила идею художественного салона и те люди, кто захотят оставить память о себе и получить быстрый авто... как бы, свой портрет с таким хорошим юмором. На первом этаже, вернее, это фойе Портера, будет работать художественный салон. А салоны открываются сразу же, вот, с 9.30... В 2045 салоны уже будут работать. Вот эти салоны уже работают. Художественный один из первых салонов, которым вы рассказали, это художественный. И параллельно в 2045 будет работать исторический салон. В этом году, в 2045, те из гостей, кто желает узнать побольше о шляхетстве и о дворянстве, и узнать, принадлежит ли фамилия, вот, конкретно, так сказать, ваша фамилия к дворянскому или шляхетскому роду, мы пригласили Минское собрание наследников шляхты и дворянства. Вы можете оставить свои данные, и вам обязательно на e-mail придет ответ. Более того, вам будет рассказано о том, какие традиции у шляхетства и дворянства. Вы можете задать любые вопросы и ознакомиться с тем, как выглядят и будут принесены разные гербы. Вы можете посмотреть на самые знатные гербы белорусские, белорусские-польские. Это будет вот такая вот историческая часть. Там у меня будут музыканты, естественно, как и подобает сопровождать это все действие, действие. А после 12 часов ночи мы сменим исторический салон, и вы, и те, кто туда придут, смогут сфотографироваться и поговорить, и поболтать с музыкантами, с известными композиторами, которые писали эту музыку. Больше не буду приоткрывать тайны. Я меняю салон исторический. То есть вот вначале это как бы, будем говорить условно так. То есть они меняют друг друга. Это не то, что все салоны работают одновременно? Нет, одновременно работают все салоны. Одновременно. Будут меняться программы в салонах. То есть он будет исторический салон? Да, в историческом будет две программы. В музыкально-поэтической гостиной три. Три. И будут они работать в разное время. Вот теперь я перехожу к музыкально-поэтической гостиной. Она пользовалась очень большим успехом. В этом году мы сделали так. Вначале те гости, которые придут, их поздравят мастера оперной сцены. Затем, когда начнется русский бал, через 30 минут после начала русского бала в 22.00, те, кто любит поэзию и музыку, должны отправиться в музыкально-поэтический салон. Потому что мы в этом году для них придумали новогоднюю, очень и романтичную, и ироничную программу, которая посвящена поэтам Серебряного века. Да. И мы ее театрализуем. Она у нас будет сделана как мини-спектакль маленький. Она часовая, почти часовая. И вот те, кто любит действительно и Марину Цветаеву, и Сергея Есенина, и Анну Ахматову, и Игоря Северянина, и Максима Богдановича, о милости просим, так сказать, в эту нашу музыкально-поэтическую гостиную. В силу того, что программа сама по себе интересна, и хотелось бы, чтобы больше людей ее увидело, я ее буду повторять после полуночи. Как, знаете, у меня вопрос только, как попасть во все места сразу? А вот для этого я и повторяю программу, потому что в восточном салоне будет султан с гаремом, будет предсказание в новогоднюю ночь. Можно все выбрать? Ну, если вы среди артисток балет, ну, гарем. Ну, почему нет? Господи, в новогоднюю ночь исполняются все желания. Если приходите, Алексей, вам подберем. Договорились. Салонами еще какие-то будут салоны? Ну, вот нет, восточные, музыкально-поэтические, исторические, художественные. Так, мы закончили с вами, значит, на венском балу. Венский бал закончится в 2 часа 30 минут, но не закончится программа, потому что в прошлом году меня покритиковали чуть-чуть. Сказали, вот, говорили, будет три оркестра, а оркестра только два. Так вот в этом году будет три оркестра. И те, кто любит танцевать не только вальс, а, извините, танго, да, латиноамериканскую программу, чуть-чуть, да, мы это будем делать очень достойно, как подобает большому театру, но это будет прекрасная музыка. Генри Манчини, Леграна, дальше танго-кумпарсита, как бы мы услышим вот такую музыку. Вот мы в этом году пригласили концертный оркест Немига под руководством Александра Сосновского. Программа прекрасная, я лично собираюсь на нее оставаться. Даже если не умеешь танцевать, просто будет замечательная музыка. Да потрясающе просто, понимаете, вот это, боже мой, Глен Миллер, эта музыка, я не знаю, тот, кто любит джаз, вообще нужно просто остаться. И мы, конечно, понимаем, что люди устанут, но мы будем как можно больше как бы устраивать мест, где люди могли бы посидеть, да, и послушать эту музыку. Оставайтесь с 2.30 до 4 утра, а наш балл будет длиться в этом году до 4 утра, и уже те, кто хотел танцевать, я думаю, на нас в этом году не обидится. Так что кучерам сообщите, что к 4 утра. Карету, пожалуйста. К 4 утра карету, да. Наше время подходит к концу. Я вот вас что хочу спросить. Есть ли определенные условия и требования к посетителям? Я знаю, что есть дресс-код. Есть дресс-код, это непременные условия. Вы знаете, в прошлом году, поскольку об этом мало говорилось, вот в этом году мы пишем в билетах, что это непременные условия, да. Вот те, кто покупает билеты, там прописаны эти правила. И прописано то, что люди, которые заранее купили билеты, могли бы получить возможность бесплатно обучиться урокам танца. Я очень сожалею, что как бы об этом не так многим удалось узнать, а только тот, кто, в общем, купил билеты, да. Спасибо.